всем привет а ну и сегодня наш рассказ о таком спортсмене и актере как джесси вентура для многих он известен по таким фильмам как бегущий человек и хищник джеймс джордж родился в 1951 году в минеаполисе его отец джордж я наш был ветераном второй мировой войны отец вентуры был рабочим по обслуживанию в городе минеаполисе его мама бернис начала работать медсестрой в армии сша а затем продолжила так скажем на гражданке у вентуры есть старший брат ян оба были капитанами своих команд по плаванию в средней школе рузвельта ян в 66 году а вентура в 69 к тому времени вентура уже понимал что хотел бы сделать профессиональную карьеру борца но после окончания средней школы вслед за своим старшим братом вентура попадает в армию сша на флоте он присоединился к элитному отряду военнослужащих хотя вентура рассказывал репортером что он служил в зонах боевых действий во время войны во вьетнаме его товарищ по спец подразделению рассказывал что вентура практически не участвовал в боевых действиях поскольку к тому времени война уже подходила концу вентура служил военно-морском флоте на базе в субик бэй на филиппинах позже он рассказывал что он там прекрасно проводил время и каждую ночь тусовался в барах рядом с базой он встречался с множеством женщин за время своей службы в армии у него начался формироваться так скажем образ такого грубого немного неуклюжего на вид молодого парня после увольнения из война морского флота в начале семидесятых годов вентура присоединился к банде мотоциклистов из сан-диего известных как монголы в середине семидесятых джесси покидает банду и возвращается в район минеаполиса где мотоциклы все еще были частью его образа жизни в семьдесят четвертом году вентура поступил в общественный колледж норд хэнепин учился кстати вентура очень хорошо получал отметку по американской системе это эй а у нас на своих экзаменах в классе лишь однажды снизившись до оценки by ночью он работал вышибалой в байкевском баре ржавый гвоздь в пригороде минеаполиса там он и встретил свою будущую жену недавнюю выпускницу средней школы терезу мастерс самого начала вентура взял на себя роль плохого парня в мире профессионального рестлинга и соответственно в начале своей борцовской карьеры вентура взял имя джесси вентура покрасив свои длинные волосы в светлый цвет и набрал немножечко мышечной массы чтобы выглядеть соответствующе он тренировался в тренажерном зале на 7 улице в центре минеаполиса где познакомился с человеком который стал его наставником известным злодеем рестлинга суперзвездой и билли грэмом вентура внимательно изучал грэма изучая его подшучивания и просматривая все его матчи вентура дебютировал в нише лиги в канцесс-сити где заменил бойца который не пришел на бой как плохой парень в запланированном матче вентура был дисквалифицирован выбросив своего соперника за пределы ринга в начале своей борцовской карьеры вентура зарабатывал обычно за бой от 35 до 65 долларов комментаторы объявляли его выходцем из голливуда и начали представлять его как джесси бадди вентура вентура женился на терезе мастерс когда ей было 19 а ему 24 года к тому времени тяжелая работа вентуры в спортзале и как он позже признавал стероиды которые в то время были разрешены сделали его внушительной фигурой в мире рестлинга диета включала 12 сырых яиц в день и 30 различных витаминов которые помогали ему набрать мышечную массу но как вы знаете везде во всем интернете пишут сколько там люди яиц ели какие там принимали стероиды и препараты поэтому мы не будем особо заострять на этом внимание молодожены в то время отправились в портленд штат орегон где вентура нашел все больше возможностей для рестлинга его популярность среди болельщиков росла и он зарабатывал там уже по 100 долларов за один матч в 1984 году ставший на то время одним из самых популярных злодеев в мире профессионального рестлинга и все бы было ничего но у вентуры случилась тромбоэмболия легочной артерии вызванным сгустками крови в теле это условие положило конец его борцовской карьере когда вентура был на пике после выздоровления джесси использовал свою известность для успешной карьеры диктора рестлинга в 90-м году вентура и владелец всемирной федерации рестлинга винс мак махан разошлись во мнениях по поводу использования вентуры в качестве персонажа видео игры вентуре было предложено 40 тысяч долларов за использование его имиджа вентура не только покинул федерацию рестлинга из-за спора но и подал на них в суд тем временем вентура начинает развивать карьеру актера он получает свою первую роль в телесериале охотник это полицейская драма с участием бывшего профи футболиста защитника фреда драйера эта роль принесла ему небольшой гонорар но дала возможность работать в художественных фильмах восемьдесят седьмом году появляется фильм хищник где джесси вентура уже играет с такой знаменитостью как арнольд шварценеггер я не буду вам рассказывать сюжет этого фильма вы наверняка все его видели но кто не видел советую посмотреть далее выходит не менее эпичный фильм бегущий человек с тем же арнольдом шварценеггером с восемьдесят девятого по девяностый год вентура работает комментатором футбольных матчей там по бэй но эта работа закончилась после того как он посетил только половину игр во время своего второго сезона из-за своих актерских обязательств а в девяностом году вентура вообще баллотировался на пост мэра бруклин парка пригорода миннеаполиса он использовал свою харизму чтобы протолкнуть несколько законов в которые он твердо верил включая строительство нового шоссе карьера джесси в голливуде продолжала занимать его время и он очень много пропускал заседания городских советов бруклин парка он также организовал собственное ток-шоу что еще больше отвлекало его от обязанности мэра и в девяносто четвертом году вентура заявил что не будет переизбираться но в девяносто девятом году джесси становится губернатором миннесоты одной из первых целей вентуры на посту губернатора было снижение налогов во время своего пребывания на посту губернатора вентура укрепил свою репутацию откровенного грубого человека который не идет на компромиссы но срок полномочий вентуры закончился в начале 2003 года и вентура сказал что у него нет больше планов баллотироваться на государственную должность и ему это все уже не интересно в 2004 году он начал свою карьеру в качестве приглашенного научного сотрудника в школе государственного управления имени кеннеди институт политики джесси вентура был активен даже до 2016 года когда баллотировался на пост президента сша последний фильм с участием вентуры датирован 2014 годом это фильм пьяница да помимо хищника и бегущего человека вентура снялся еще в таком сериале как отступник фильме бэтмен и робин и вот здесь внимание фильме разрушитель но если честно и опять же не могу вспомнить кем он там играл возможно это вспомните вы джесси женат один раз на терезе мастерс повторюсь от которой имеет двух детей и такой интересный фактик о жизни джесси в молодые годы он был телохранителем у такой группы как rolling stones но вот в принципе все что я нашел на джесси на сегодняшний момент возможно вы где-нибудь встретите на просторах интернета более подробную биографию а лично для меня джесси вентура запомнился только по двум фильмам это конечно же хищник и бегущий человек но на этом все и не забываем перематывать кассеты на начало